По полям, по полям, хлебный трактор едет к нам, у него прицепа нет. Зачем ведь он же хлеб? Да, 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 да! Короче. Ну, да ладно. Много, как говорится, приветственных эмоций не бывает, да, поэтому я у всех категорически чао-чао. Употребляем в пищу сегодня замечательные, потушенные в собственном соку говядинку, картошечку вместе с ней, макарошеки, в этот раз одного вида, наггетсы. Но я не могу больше заогнуть, к сожалению, вот, свалится нахер. В лучшем случае на стол. Загем, кукуре, если перемешать, будет замечательный микс под названием кукурошек. Решил измельчить, так хочется. Колбаска с наггетсами. Не помню, хоть убейте, как называется колбаска. Не помню. Хочу бей, хочу бей. Запивать мы будем сегодня. Принц Андреевич. Да, люблю этот квас, как и почти вся моя семья. Потому что он сочетает в себе все то, что создает вкусовой баланс. Нихуя себе ебнула резинка. Нихуя себе ебнула резинка. Себя нельзя. Меняем угол. Баланс. Баланс. Не вино можно пошвыркать. За вкус вам отвечаю. Помните? В детстве. Мы так отвечали, когда хотели подчеркнуть свою особую правоту. Было время у детей моего поколения. Я 89-го года рождения. К слову. Такая привычка. Да. Как в одном фильме было сказано. Кому игра, кому жизнь, да? Или говорили что-то типа. Слово пацана. Ой, блядь. Я знаю, 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 знаю. Знаю, знаю. Все. Все. Заебало, да? Заебало-то не то слово. Заебало-то не то слово, да? Значит, Серик вышел. Не смотрел. Но намереваюсь. Понимаешь, уже все мозги протерли до дыр. Счер золотаешь. Вот. Сейчас вспомнил о всяких домыслах касаемо негативного или, наоборот, положительного влияния подобных киноработ на подрастающее поколение, которое уже кое-что себя отрастило в одном месте и думает, что это дает повод строить из себя и приблодненных позерок изображающих представителей криминального мира. Ебаный в рот. Ну, что с этим поделаешь? Понять, понимаю. Сам грешен. Дело юное, дело молодое, что в десять, условно, что в двадцать своя дверь просыпается. Так что, что ты с этим поделаешь? Кинематограф один фактор, создающий определенную проблему в развитии общества, да? Родители и их многочисленное количество воспитательных методов это другой фактор. Дай Бог положительный, здравомыслящий, который ростит здравый к пацану. Распальцовочки все эти, помните? Ходили в свое время слухи, помню, по детству, что, мол, распальцовки подобные. Это привычка людей, которые часто держат в руках игральные карты. Привычка шулеров, интересная мысль. У кого какие будут по этому поводу замечания или дополнения, прошу, делитесь в комментариях. Это бесплатно. Такие дела. Да. Начнется пир. Хо! Без хлеба. Русский человек. Без белого ботане. Да ты без ботане. Какой-то они русские. А какой-то ромале. Напряги, думал, ройди ботане. Не шучу. Слово, пацана. Руки помыл с мылом, потому что мало ли кто трогал упаковку этого ботане в магазе, а если вы внимательны своему здоровью, то вы наблюдаете периодически за состоянием здоровья всяких работников торгового зала и в общем и целом всего персонала, а тут невооруженным глазом все очевидно. Тот чихнул, кто-то кашлянул, все понятно. Чай не во времена живем, когда чаще прикрывали рот и летит это все на продукты и так далее. С другой стороны, в руку кашлянешь или чихнешь, тоже лапаешь имя. Продовольствие. Болеешь дома сидя. Больничные это тоже бабки. Да, не те. Ребят, заражать других это сходство и так далее по списку. Подберите синонима. Потому что положительные оценки я дать не могу. Да, я тот, кто топлю за маски, за утепление, за отсутствие кондеров на работе, сквозняков. Да. Меня на это сподвигает лично. Осознание того, что я цивилизованный, образованный и далеко не дурно воспитанный молодой человек, не во всем, но все же, так сказать, популярным свинством не занимаюсь, которая вносит чьи-то жизни, да. Но я сейчас не буду размазывать тему ковида. Подробно рассказываю вам о том, что, будучи близким человеком, людей из медицины, эту тему знаю глубже. Также являюсь носителем определенной железобетонной статистики, которые подтверждают только одно, что вирус существовал, существует и разнообразие новых штаммов имеет место. «Потому что причина смерти, она ясна, а в моем окружении мало, а то и вовсе нет тех, кто будет не лукавить передо мной, точнее, и выдумывать какие-то иные причины, по которым умирает тот или иной человек». То же самое касается масок. Да, с вакциной, вероятно, мы обосрались, но умирали-то не от аллергии, повторюсь. «Маски», это не стопроцентная гарантия спасения от заражения. «Пьяному ёжику» это ясно. Но есть гарантия, а есть понятие «подстраховка». Так вот, страховку маска дает в зависимости от материала, из которого она шьется. Отправил эксплуатацию, которую необходимо соблюдать всеми каждому. Понимаете? «Чистая логика поступков». Ничего более. Всюду необходимо пробуждать в себя аналитика и здравомыслящего пацана. Уже я стал пиздеть на эту тему. Все чаще и чаще. Что за... Что за поддавки с моей стороны, да? «Мода, мода есть вечно, это стиль». Ха-ха-ха. А те... Чё-то скажут... Куда многие, туда и сам. Ну, бывает такое у меня. Бывает. Обогреватку выключу. Фух, жарко. Да на ТЭЦ у нас авария. Батареи не дотапливает. Сакон сифонит. Жесть. Скотчим клеем. Не владею пока навыками, позволяющими мне отремонтировать мои окошки. Может у кого какие-то будут мысли, хотя можно загуглить. Чё я? В гугла я не спрошу, что ли? Мы с ним потолкуем. Спрошу с него. Харе, Саня, харе. 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 Заебал. Подвалом. Все, признаю. засадочек над жутким недоумением. В частности, охуевают народы, которые топят за этот сериал. блядь, блядь, так топят, что нахуй. Блядь. Наверное, от такой топки мой тэц обуглится. так бы, блядь, топили батареи нахуй. Мало я вам скажу тепла от этой топки. за этот серик. Как говорят в народе, да? А это сериал на нашу российскую действительность. Галочку поставим дальше. Это не пропаганда. Насилие, я говорю. Понимаете? Дай бог, чтобы те неприятные ситуации, которые возникли на фоне выхода сериала, да, и судя по описанию в том же типичном Новосибирске и так далее, они связаны конкретно с сюжетом и сценарием. Это и киноработа. Разумеется, прямая связь. Стрелки, перестрелки. А я уже не помню всего. Но многие на это отвечают. В каких-либо сообществах, где поднималась эта тема, в которую встрял я. Мол. Тоже не сказали. Это по сговору. В унисон. Легче попасть в унисон, чем в унитаз, да? Нихуя. Мол, и раньше снимали нечто подобное. Вы спросите человека, как в фильме «Золотой тюлью», помните, вы сказали? Из раньше во времени. Кто был очевидцем? Который был очевидцем? Печальних последствий связанных с просмотром бумера, брака, бандитского Петербурга, бригады. Что вы говорите? Сленг. Манерность. Какая-то невербалка. Совершенно бездумное использование приблодненной терминологии. Еще на памяти сериал 2004, по-моему, 5-го года. Боец. Прекрасный сериал. Хер его, туча наива, но... Ха-ха-ха-ха. Феня там, конечно. Кто не смотрел, советую. Ха-ха-ха-ха. После него тоже жара была у подростков. А в том момент уже старшаком был Переболел этой детской херней Ну если поднапрячь память Помню, прекрасно Как народ сходил с ума Господи Вот этого Максима Паладина Старались меньше базарить Мы же не мы В хату попадем, вообще заткнемся Никто нас не видит Мы потом встанем Вверх порвем Подней тельнях А ты служил Ну ты не мой Сдугибать могу Всякое припомню То есть есть Очевидно, точнее Прямая связь Между поведением Подрастающего поколения Да И Так скажем Сценарным Сюжетным материалом Разные картины Как я вчера одной Комментаторше В каком-то сообществе написал Мы говорю Кайфовали по черному От тактики белого Сашки Было дело Такие дела На что я Всегда говорил и говорю Все таки ребят Кинематограф Кинематограф наш Надо пересматривать Есть столько Материала в книгах Ну снимайте Не хочу Что вы кассу Не сделаете Работайте Работайте на Интеллектуал Вы же работаете На какой-то сброд Я не говорю Что такие вещи Смотрит Пукат Пета И дегенерат Поскольку сам был В числе тех Кто сходил с ума По полной программе Да Слава Богу Выжил В этом аду Под названием Город Иркутск Девяностых А что ты помнишь Что из тех лет Помню как мать С потерянным лицом Сидела Дома Встретив меня со школы Я спросил В чем дело Она ведь Найдет не знаю как С тобой связаться Уже готова Рвануть была В школу Но Ты как-то Быстро так Вот тут вернулся Случилось-то что А у нас Окна над Проездной арочкой Были Как раз Немного подальше Тот же дом Стеной идущий Соединился с другой арочкой Вот из арки в арку гонялись Две тачки говорят И отстреливались Друг от друга Дили завалялись Потом следы от пуль На панели Жилых домов Отпечатались Мобилки не у всех были Понятное дело Первую мобилку Я увидел На втором классе Это 97-й Считайте Год Нашей Богатенькой Анечке Волгиным Анют Привет Сименс А 50 Что ли Или 55 Не помню Я тащусь от князя Андреевича Какие дела Ну что помню Как пастой зубной сеструхой На окне рисовали Ее спальне Четыре цифры Сверху вниз Один Девять Девять Шесть Девяносто Шестой Год Год Когда я пошел В сайт Школу Ебаная Школа Ненавижу Потом еще Две сменил Это отдельная история Не на один час Даже если темп будет быстрее А я не тороплюсь Я Смакую Наслаждаюсь Массирую Рецепторы Такие вот дела Ребят И когда говорят Ну было же Было это все Чему соли Чего нового Я говорю А меня и удивляет Что вам приходится Напоминать о том Что уже известно Понимаете Давным-давным-давно Что то что было Верит старым негативам А то что вышло Сейчас То верит новым Потому что новые проблемы С приходом Новых Негативных факторов Создающим резонанс В общественном порядке Молодежи и прочих Какая разница Все в обойме Все в обойме Типичным пишут Мужика пурнули недавно На площади На площади Ленина Подростки Ну давайте Обвините Пиршлова Пацана Я говорю Вы подождите Мы сейчас посмотрим Из-за чего Все началось Что побудила Что побудила подростка Воткнуть в мужика Нож Хуй знает Может он спровоцировал А может и нет Нужен расклад И кто знает Может это Часть какой-то Определенной сцены Из сериала Слово пацана Вот Вот ты и доебался Да нет Ребят Ну поймите меня правильно Я не хочу доебаться Я хочу просто Проанализировать Один вчера чувак Пишет Мол Это черный пиар Я говорю Не исключено Ну ты же понимаешь Здесь чистая экономика Я говорю Постоп Мы вчера пиздели До трех До трех ночи Позвучал Позвучал Уточняю Вчера я с одной курвой На этой почве посрался Позвучал С экономистом В Север-Руси Мол Все это под завязку Ребят Мы что обсуждаем Мы обсуждаем Негативное влияние На культуру молодежи Да Что есть определенные ситуации Которые связаны Сюжетной линией Манерностью Персонажей Героев Да Этого сериала Понимаете Я Заостряю акцент С самого начала Нашей беседы С вами На том что Существует Прямая связь Это логично Если Все то что Освещают СМИ Правда Нет Постой Я По тебе Проэкономику Хорошо И прямо Скажешь В экономике Несю Ко Я поднял Тему Которую В силах Обсудить Поскольку Имею Определенный Опыт Знания Несу Какую-то Определенную Статистику В массу То есть Все какие-то Знания В экономике Связанные С Черным пиаром Ну Расписал Что Не Не Высру я Сейчас Все это Подробно Но Суть Такая Да Пожалуйста По итогу Я в его лице Придурок Он В моем лице Недоумок По-моему Заблочили Другими Но Вчерашнюю Кургу Заблочил После того Заблочила Меня Она Заебалась Спори С тем И прыгает Как блоха Как блоха Олимпийского Резерва Сегодня Такая Буква Тоже В ходу Оу Все уже Все уже Пою Горошком Кукурузка А вместе Кукурошек Да И дела Фраза Паразит 40 минут Почти Пиздим И Ведь не скучно Тема Актуальная Голос Говорят Красивый Говорят Говорят Хватит наливать от тебя, Саня. Поговори, приди ко мне, подруга, семиструнная ты душа. Полна тобой, а ночь, а ночь такая темная, и раз, да и еще раз, да и еще много, 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 много раз. Эх, да и еще раз, да и еще дохуя. Я вам сниму. Поехали. Поехали. Поехали.